Всем привет, с вами Zorox. И если вы критично относитесь к тому, на что вы тратите своё время во время работы, и всегда думаете о том, как оптимизировать процесс, и при этом никогда не слышали таких слов, как Easy Motion или Ace Jump, то у меня для вас хорошие новости. Я сам, как вы, наверное, уже заметили, если смотрели достаточно моих видео, всегда думаю над тем, можно ли делать быстрее то, что я делаю регулярно. Поэтому я освоил слепой набор EVIM. EVIM это вообще довольно мощный инструмент, который может радикально увеличить скорость редактирования кода. Но когда я его использовал, для меня всегда оставался открытым вопрос быстрого перемещения по коду. То есть, на самом деле, например, если у меня курсор стоит здесь, и мне нужно быстро перейти к этому второму циклу на 3381 строчке, то я могу, например, просто зажать клавишу J и подождать, пока он переместится на нужную строчку. Или я могу примерно прикинуть, какое количество строк нужно пропустить до этой строчки, и нажать, например, 15J, и дальше уже догнать курсор до нужной строки. Ну или также можно набрать номер строки и два раза нажать G. Но это вообще, конечно, плохой вариант, поскольку здесь номер строки это вообще четырехзначное число. Ну и еще одним вариантом, возможно, самым удобным из тех, что может предложить Vim, будет использование поиска. Можно нажать слэш W, Enter, и тогда мы перейдем к первой W. И для того, чтобы перейти к следующей W, нам нужно нажать N. И здесь их всего лишь две, но вообще их может быть сколько угодно, и поэтому этот вариант тоже не очень удобен. Поэтому до того, как я услышал об EasyMotion, я даже переносил руку на мышку, просто для того, чтобы перенести курсор в нужное место в файле. EasyMotion решает эту проблему очень просто. Все, что нужно сделать, это нажать Hotkey, это Command точка с запятой, или Control точка с запятой, и символ, к которому мы хотим перейти. Я нажимаю W. EasyMotion заменяет все W вне зависимости от регистра, на буквы латинского алфавита в нижнем и верхнем регистре. И если этих букв не хватит, то также будут использоваться цифры. И для того, чтобы перейти в нужное место, нужно просто нажать на клавиатуре на этот символ. Теперь я хочу, например, переместиться внутрь ветки If в первом цикле, и сделать что-то там. И теперь в If во втором цикле, и сделать что-то там тоже. И я не знаю, что вы думаете об этом, но, на мой взгляд, для человека, который придумал это, в раю должно быть специальное VIP-место. Потому что это на самом деле очень удобно и быстро. Это дает возможность перемещаться в любое место в файле практически со скоростью мысли, если вы владеете слепым набором. На самом деле, при использовании этого плагина, когда у меня возникает желание переместить куда-то курсор, то вся информация, которая нужна моему мозгу, чтобы переместить его туда, это один символ, который нужно прочитать и нажать, чтобы это сделать. Например, я смотрю на эту букву S, я нажимаю Command, точка с запятой и S, и это происходит автоматически, здесь работает только память, которую обычно называют мышечной. То есть я быстро сделаю это, даже если меня разбудят в 2 часа ночи. И при этом я уже смотрю на место, в котором появится символ, поскольку я знаю, куда я хочу переместить курсор. И я просто нажимаю этот символ и перемещаюсь. То есть, по сути, единственное действие, которое я делаю не автоматически, а сознательно, это чтение этого одного символа с экрана. Всё остальное делает за меня мышечная память. Если вы не используете слепой набор, то, возможно, и вам будет проще использовать этот плагин, чем хвататься за мышку. Но вообще, я вам настоятельно рекомендую его освоить. Я записывал видео о том, зачем и как ему нужно учиться. И также у меня есть видео по режиму эмуляции Вима в Саблайме. Если вас не устраивает ваша эффективность, то, возможно, это видео также будет вам полезно. А в этом видео я с вами прощаюсь. С вами был Zorox. И спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин